Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 600. События дня. Иоанна 20 глава 31 стих. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. За 4 августа 2017 года. Это событие. За день до этого, то есть позавчера, я съездил на первый мостик, второй проверил. На втором увидел, там был второй прорыв воды, я знал это, но мне казалось, что он уже как-то затянуло его за годы. Нет, там подмыв воды, водой идет новая насыпка, там очень, намного ниже было, и этот прорыв почти обеспечен. Я приехал, забил тревогу. Срочно нужно готовить сваи, а у нас их нет. Все приготовить, ехать туда и начинать работать по новому прорыву. Было как. Ну, пошли Никита, Володя. Утром поехали, где у нас сады были, теперь там клен дикий растет, сорное дерево. А у Володи не заладилась пила, что с ней там где-то засорилась или что. Ну, Игорь дома был, барабаш к нему, до конца вроде не открыл ему, как исправить. А Роман где-то в другом месте, там достает огнеупорный кирпич, где-то в покинутом на разъезде здании, разваленное где-то там на улице, никакого там здания-то нету. Но мы сколько заготовили, надо вывозить хотя бы, раз пилы-то нету. Пила, бензопила. Я к Игорю, Игорь безотказный, на машину и привез нам. И сейчас я не могу сказать, но получилось не менее как полста свай готово. А вот он, Роман, явился со своей пилой. И надо вниз на четыре стороны отпилить, чтобы заострить. Ну, и только обед, скорее снова Роман за руль машины грузовой, самосвала. Грузим все, и мало людей побежало. И уговорил Исаакия. Я после обеда пасу. Ну, пускай Анфиса пасет. Ты очень нужен здесь. А она до обеда пасла. Так что ж пасла теперь? Какая гарантия? Что? Пасла на крижья ворочила, какие, как говорят у нас. Вызвал ее. А я дома прибираться. Да ты можешь затычку всегда найти. Дома прибираться, платье охарашивать, волосы расчесывать. Тебе говорят, дело. Гибнет дело. И надо спасать. Ну, а тут и Степа подвернулся еще до обеда. Мы поехали. Что ж, курили. Успели ошкурить полностью все 50 свай. Это немало было. Это заострить. И наложили как раз перед обедом тележку. Своя тележка. Транспорт такой на двух железных колесах. И мы отвезли это на костер. Кострата больше нет. Но 21 сентября может быть. День рождения отца Акима. Вот там мы проводим. Отвезли. Ну, дальше начали скорее грузиться. Все, все. И Исааки пришел. Ну, и поехали. Стоит батюшка дорога и что-то маящит. Еще одна маящит. Оказывается, пыль за нами. Чтобы ехали по траве. Пыли не было. Раньше по траве нельзя было ехать. Ее передавят. Она сухая трава-мурава с Парыш. Ну, приехали там. Он нас разгрузил. Нужно много теперь земли. Стали откуда заносить? Ведрами. И успели одну сторону поставить пломбу, как я говорю. Забивать трудно-трудно. Забиваются свои тяжелые, толстые. А молот-то меньше их и по весу. И никто не бьет. Саки малые. У меня рука совсем не движется правая. Сергей тоже не может, значит, лежать будет. А этот Никита и отказывается. Не буду бить. Ну, Володя один и долбил. Все-таки забутили одну сторону. Стена, слой глины. Через два, так, сена, глина, сена. И тогда уже водой поливает. И толкут. А другую сторону перекинули. А уже время семь часов. Но с нами поехал еще и Нестор. Нестор старается. Ну, и хоть не тащишь, хоть оттаскиваешь человека, когда ведро его бьет по ногам. Ну, вот так. Сумели все же, если делать, приехали, договорились. Роман говорит, нужно вывозить кирпич. Мне людей дайте. Не могу. Я один тогда сделаю. Вот так не годится. Нам все время помогаешь, ты один. Нам нужно скорее сделать. Твой кирпич-то полежит. И вот как раз на пятое число, на субботу, договорились уже в полседьмого, чтобы был завтрак, а все выехать. Выехать там все оставили, еще попрятали инструмент. Успели там промазать его отработкой. Вот события целый день. Вот события. На десятки раз пропотел. Да и не просыхаем, так сказать. Это хорошо. Есть хлеб в поте лица. И сразу меняется обстановка. Это там закрыли, засамонили. Теперь с другой стороны это надо делать. Большие сваи туда скинули в сторону. Всякие случаи, где они будут нужны. Увидели, как к нам приехали купаться. Там, на второй мостик. Вот тоже кто-то на помощь не идет по этому месту работать. А приехали купаться. Уже купаются. Но это ясно, что не по совести. То есть нам хорошо, что купаетесь. Но на помощь они пришли. Мы стали издалека снимать их. А они тогда, как говорят, переехали. Как там, на отрожек, где у нас подъем воды будет. Вот так мы думаем. Ну, на этом вот и закончились события. Вещером полечили кошку, которую, видимо, порвали собаки. Перекусили. И что-то там внутри кишки там может быть. Но все еще живая. И все ухаживаем. Выдавливают из нее что-то накапливается нехорошее. Здесь вздутие ее. И сметаной мажет. И шарика подводит. А он зализывает. Зализывает. И собачий язык очень целителен. И вот так день прошел. Женщин. Я с ними воюю. Скажешь, разве не делает. Хлеб придумали хранить в морозильной камере. Такого никогда не видал. Теперь вытащить он пропадает. Хлеб. Оттаяли его. Разрезать. И на улице его выстоять. С утра я был на голубятне. Утром записал, как голубь начинает завтракать. А потом я шкурил. Володя подошел. Мы отдохнули. Меня на голубятне слазили. О, я говорю, какое указание-то хорошее. Я туда скорее. Там помолишься. Вот это наше событие. Что мы намечали. Практически почти все исполнилось. То есть речь это о работе. Работа. И на этот день готовим. Ну, и что теперь сказать. Показать наши ресурсы. Вот самый у меня любимый. Мой мир. Мой мир. Мейл.ру. Вот здесь я в шапке, где есть другая страница, где с голубем. Там нет связи. Это модераторы сделали. Ну, и второе. Это у нас. Я не знаю даже, сколько. Вчера, допустим, посещаемость какая была. Была ли она там посещаемость? 242 человека пришло. Ну, учитывая, что там не бываю почти. 1600 тем. Люди приходят и уходят целый год. И спору ничего нет. А форум – это площадка для мнения. А тут дается в таком объеме материал, что и спорить не о чем. Ну, и показать наш видеоканал. Как всегда, 10 роликов выставляю. Вот. Место для стока воды. Что тут, кажется, смотреть-то? 17 человек за 32 минуты. Вот. Закройте грудь. Возьмите пример целомудренных мусульманов. Всем нравится, что я вот так к мусульманам отношусь. Ну, не могу ничего сказать. Мне очень нравится, как они целомудренно одеты. Настоящих мусульманских семьях. И те, которые тут обмерщились. И большой ресурс у нас во свете православный библейский сайт. И здесь 4124 ответа на вопросы. Ну, вот сейчас я это закрываю. Но один вопрос можем разобрать. Называется «Внутренний мир. Папка. Внутренний мир человека». Вопрос 3070-й, 16-й том открытым оком. У вас над рабочим столом висит изображение Сикстинская Мадонна. И тут же рядом православная икона Божией Матери с Богом Младенцем. Разве католическая может вызывать такие же благоговейные чувства, как православная? Люди знают, видят где-то по интернету, что у меня над столом в Барнауле. Действительно так. Вот такой вопрос. Я за кафедрой стою в университете, в котором 21 тысяча студентов. Что отвечать? Отвечаю. Из книги Расула Гамзата «Мой, Дагестан», журнал «Газета», страница 52-я, рассказывает про Махмуда. Во время Первой мировой войны он был на Карпатском фронте вместе с дагестанским конным полком. Махмуд – известный поэт. Там он написал свою знаменитую песню «Мариам», и боевые друзья Махмуда стали петь ее на привалах. А история этой песни такова. В одном жестоком бою русские войска захватили село, выбив оттуда австрийцев. Преследуя бегущего неприятеля, Махмуд оказался около церкви. Из церковных дверей выскочил перепуганный австриец, но, увидев свирепого горца на коне, юркнул обратно в церковь. У Махмуда за несколько коней до этого погиб брат, и он жаждал мести. Недолго думая, соскочил он с коня и, обнажив кинжал, бросился вслед за австрийцем, думая, что сейчас изрежет его на куски. Но, вбежав в церковь, Махмуд остолбенел. Прямо перед собой он увидел австрийца, стоящего на коленях и молящегося перед иконой Божьей Матери Марии. В Дагестане и без того не поднимает руки на человека, стоящего на коленях, а тем более на молящегося. Но, кроме того, Махмуд был потрясен красотой женщины, которой австрийец молился. Кинжал выпал у него из рук. Неизвестно, что потом рассказывала об этой истории австрийец, но только свирепый горец тоже упал рядом с ним на колени и стал молиться по-христиански, неумело ударяя себя пальцами в лоб, в плечо и в грудь. Махмуд не видел, когда австрийец исчез. Придя в себя, он написал свои знаменитые стихи «Марям», то есть стихи о Марии. Если бы изображение Матери Божией не действовало на души людей, то для чего бы писатель-коммунист написал это, будучи не христианином? Чтобы понять, что за изображение было на иконе, нужно вспомнить все известные нам картины художников Западной Церкви. Конечно, там было не православное изображение, а западных католических художников. Есть и немало из них прекрасных, но самая прекрасная – Сикстинская Мадонна, наиболее распространенная в западных церквях. Так что весьма предположительно, что это могла быть именно она. И попутно можем задать себе вопрос. Если Махмуд жил в России, то он, конечно же, не раз видел различные изображения на иконах. Но почему на него не подействовало ни одно из них, так мощно, так неотразимо? О Христе говорится, Псалом 44, 3. Это я отвечаю студентам. Ты, прекрасие сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Песнь 5, 10. Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других. И как часто приходится видеть изображения, которые говорят, что это Христос. И непонятно, с кого мог быть этот образ, расписанный для чего? Псалом 44, 12. Ибо желает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. То, что у меня есть и православная икона католическая, разве говорит о том, что я унизил Божью Матерь этим? Это я отвечаю. Повторяю, студентам, в Государственном техническом университете, в городе Барнаула. Вот я должен все знать. Если вышел на кафедре, стою, там я 18 лет только вел в одном университете, а в пяти университетах вел занятия. Никогда не забуду, как меня вызвал ректор университета Истегнеев Владимир Васильевич и говорит, бизнесмены новые русские хотят повысить уровень образования. Я говорю, неплохо, а то над ними смоются, Вова, Анда, разная там они где. Так вот, они избрали вас преподавателем. Меня? Да какой же я преподаватель? Я слово Божие толкую. Нет, вы им скажете. Да нет, я нет. Они сказали только его. Назвали меня. Не знаю, я говорю. Я серьезно отнекивался. Не то, что я ломался перед ними, но это люди, бизнесмены, директора разных предприятий, то есть элита барнаульская. Ну, я подготовился, пошел общий обзор сначала дать. И провел всего только два занятия по паре часов. У них то ли времени не было, дело уже мое, или я уже уезжал. Уже в деревне надо было. Но, кажется, еще и деревня-то не была. И начинали строить. В лагерь детский. Вызывает меня после снова ректор. И говорит, деньги получите, сходите. Я говорю, какие? Ну, вы же преподавали. Четыре часа провел я, ну, по паре часов, два занятия. Да нет. Нет, идите, получите. Так нехорошо. Я говорю, так откуда эти средства? Так откуда от них? Их, это не наши деньги, это их. Я пошел. Пришел, там такая цифра. Я говорю, это не мои деньги. Какие такие деньги-то там накручены? Это ваши, ваши. Получайте. Я тогда получил или нет, не знаю. И на основах ректора говорю, а за что это такие деньги? Как за что? Вы занятия вели. Ну, во-первых, у меня нет образования. Как нету? Они сами решили по ставке. А какая ставка? Профессор. Да какой же я профессор-то? Смешно даже. Правда, когда книги попадают к людям, городской администрации, краевой администрации, Ремнева, вот, Надежда Семеновна, или Степановна, она была первой секретарь Ленинского райкома партии КПСС, а потом по делам милосердия что-то там. И всегда мне говорят, ну, почему вы не защищаетесь? Я говорю, от кого? Ну, защищаетесь, кандидатскую там книги-то она моей знакомой была. Да ну, да что там смеяться-то? Какая защита? Так они накрутили на профессора, чуть не лауреата Нобелевской премии. Вот это да. А потом еще она меня вызывает, а тогда было 17 лет, узнал, что я не получаю. Там цифра космическая. За 17 лет преподавания я пошел, и потребовали ННН. Я знаю, это не грех и прочее, но раз я много говорил об ННН и против, то отказался, ушел и не получил. Ничего, ни рубля. Я говорю, я не за деньги преподаю. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. Этих слов нельзя забыть вовек. Как в них сказано, для сердца много, вникни в них поглубже человек. Знает все живущее творение в этом мире Бога своего, жаворных в небе с бонким пением прославляет радостно его. Вся природа голову склоняет пред Творцом, Создателем своим. И в ночной тиши ему внимает, слушает его и дышит им. Ты же, человек, и нет творения, не желаешь Господу внимать, носишь в сердце гордое презрение, отвергая Божью благодать. Человек, как Божье имя, чудно. Как оно звучит в людских сердцах. Почему же мне понять так трудно, человек не хочет знать Творца? Научись же у пустыни знойной голосу Спасителя внимать. Перед ним склонись с главой покорной, научись его не отвергать. И когда ты выйдешь на дорогу, и темной ночью округом все спит, слушай, как в пустыне внемлет Богу, и звезда звездою говорит. На стих Михаила Юрьевича Лермонтова Псалом 13.1, 18.2, Иова 38.7. Ну вот, на этом все сегодня. Ну вот, он